МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитание со школой все лета в регионе аттестаты об средней адукации отримали свыше 8 тысяч 11-ти классников. Одна сдача криви ратуе житти трех человек. Сегодня до безвыплатной донации долучились следшие Гомельской области. А зараз об этом иншим больше подробязно. Белорусские правоохоуники повинны гарантовать безопасность граждан и гостей подчас других европейских гульнях, але без празмерностей. Об этом сегодня говорили у Палаца незалежности президент и министр внутренних справ. Игорь Шуневич, выступающий с докладом, отзначил, что криминогенный уровень в Украине низкий и Белоруссию охотят улик самых безопасных держав Европы. Однако наиближайший масштабный спортивный форум – серьезное выпробование для вортовых парадку. Меня что настораживает, что мы, не думая порой, в плане перестраховки или еще чего-то, начинаем создавать не только концлагерян, не только какие-то гетто в Белоруссии. Сегодня я уже смотрю, аж до проезжей части выставили фундаментные блоки, читаю, будем устанавливать металлические заборы в районе Фанзон. Это нам зачем? Поэтому за пределы тротуара пешеходного никто не может вылазить с этими заборами. И то они должны быть цивилизованными. Мы не в Сирии сегодня, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии, во Франции, в Германии, еще где-то в Америке, а у нас это делать не надо. Мы должны работать так, чтобы люди свободно могли общаться в период этих европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть. Я не хочу сказать, что мы не должны уделять внимание безопасности наших людей, особенно когда сюда съедется море людей, и не только с Европой, но и с Америки. Безопасность должна быть обеспечена. Но мы умеем это делать без заборов. Я знаю, что это претензии и предложения европейских этих чиновников. Надо им прямо говорить, что мы обеспечим без них безопасность приезжих и своих граждан. Мы это уже делали. Как полепшить эффективность работы, ведомство за позднее полгода приняло широк херауницких и кадровых рашеньев. Так, по раннейшему, самая активная увага надается на прамку по боротьбе с киберзлочинствами. Их колькость с кожным годом расте, ему сробить все махчимое, как быть на вострее информационной безопасности. А подчас размовы с прессой Ихар Шуневич рассказал, что так само звернулся до президента с рапортом об отставке. Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял. Так что надеюсь на то, что я смогу еще принести пользу нашему государству в другой должности или на другой работе. Пройден очень длинный и сложный путь уже в работе в министерстве. Многое сделано, и, вы знаете, в какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать определенную динамику, преемственность, скорость и эффективность решений. Я думаю, что, во-первых, нужен свежий взгляд на работу министерства. Во-вторых, на самом деле, наверное, уже думая о своей эффективности, я считаю, что, наверное, пришло время сменить род деятельности. Все-таки достаточно долго я уже нахожусь в должности министра, и, может, глаз замылился, может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация, я ее изложил в главе государства, глава государства со своим согласился. И единственное, что могу сказать, если будет возможность, я, конечно же, продолжу работу через некоторое время. Однако, Игорь Шуневич займал посаду министра внутренних справ с 2012 года. В результате, он по-ранейшему выходит в наглядальный совет хоккейного клуба «Динамо», перед которым так само стоят серьезные задачи, одна из которых – выхование молодых хоккеистов и скорочение количества легионеров. До старта других европейских гульнях засталось 11 дней. Эстафета полымя Миру им кливо наближается до столицы. Сегодня огонь сустракали у Мазыры. Там его пронесли по знаковых предприемствах, после чего узняли на замковую хору. Завершился марафон урочистой церемонии передачи огню Минской в области. А наши корреспонденты ни на хвилину не выпускали с подуваги эстафету навод у выходные дни. А в тем, як витали факелоносцев у Ляскавичах и Турове наш наступный сюжет. У агрогородок Ляскавича эстафета полымя Миру прибыла в субботу. Ее сустракали на площади Музея природы. Гоноровое право пронести огонь других европейских гульнях предоставили старшине Беларусской Федерации бадминтона Александру Петрашу и волонтеру мультиспортивного форума Владимиру Полищуку. У дуэти факелоносцы провезли полымя Миру по Припяти. Гости, узельники и глядачей шестя смогли насолодзицы прыхожусь у природы национального парка. Мы надеемся, что вот эта вот эстафета пламя Мира, она зарядит наших спортсменов, даст им настрой к великим ярким победам. Хорошего вам настроения, мы очень рады сегодня быть у вас. Наступная кропка эстафеты стал Туров. На Житковицкой земли огонь принимали по соправдным городча. Жихары и гости свята организовали живый калидор, у яким витали факелоносцев, веншовали и дяковали за урочистость. Огонь других европейских гульня узняли на замковую гору, пронесли про скрипту старожитный Туров до помника Кирилле Туровскому. Маршрут стал символичной даниной поваги, гисторичному минулому Беларусской земли. Мне очень радостно прикоснуться к этому прекрасному мероприятию, этому знаковому событию для Республики Беларусь. Бежала по родным улицам, по родному городу, выпала такая честь, эмоции переполняли. К сожалению, путь оказался очень маленький, он так быстро прошел, хочется еще и еще и еще. Такие же яскравые уражения застались и у Жихара у Турова. Очень-очень впечатление, даже аж мороз по целу идет. Такое у нас у Турове мероприятие, первый раз в моей жизни. Так всем понравилось. Вообще так красиво понравилось до глубины души. Почаще бы такие праздники проводились, очень хорошо. Хай Господь даст здоровье этим мельпинцам, чтобы они всегда первое место занимались, везде. Свято протягнулося концертной программой. Огонь других европейских гульнов протягнул свое шести по Гомельской области. Евгения Кухаронак, Евгения Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Следующие Гомельской области долучилися до акции по безвыплатной донации криви. Огульными намаганиями отримался пополнить донорский банк Гомельской станции переливания криви на 15 литров. Сирот доброохлотников – как опытные доноры, так и новички. Доздачи усерыхтуются с отказностью. Разумеют, кровь необходима для выротования жителям. Следователи Гомельщины регулярно принимают участие во всех благотворительных и социальных проектах, проходящих в стране и в нашем регионе. Именно сегодня по этой причине сотрудники Следственного комитета управления и Гомельского городского отдела принимают участие в благотворительной акции «Спаси чью-то жизнь». Акция проверкована до Международного дня доноры криви, який будет начаться 14 червя. Специалисты Гомельской станции переливания плануют проехать еще по некоторых организациях и предприемствах областного центра, где прационные и кировнисты выказались за безвыплатную донацию криви. Мы хотим сказать спасибо всем донорам, которые сдали кровь для спасения человеческих жизней и призываем тех, кто еще этого не сделал, стать донорами, так как это делают сегодня добровольцы, сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области. Донором может стать любой гражданин Республики Беларусь с возраста 18 до 60 лет и который не имеет медицинских противопоказаний к донорству. Восе отзвенел фанфарами и аплодисментами выпускный вечер 2019. На Гомельщине в этом году аттестаты об средней эдукации отримали 8243 11-классники. Для их выпускный баль стал началом нового, дорослого життя. В речице за урочистым парадом пригожих и счастливых выпускников назирала Святлана Князева. Набережная Днепра, летний амфитеатр и самая великая глядильная зала. Может быть, одно из самых пригожих мест для проведения выпускного балью в Гомельской области. Выпускный вечер – это всенародное свято, на которое хочет поглядеть каждый. И наша здымечная группа совсем не выпадково оказалась миновитой у Речицы. Мне, как автору детской программы «Классная година», особенно приятно быть на выпускном вечере у Речицы Миновитов, потому что тут род выпускников находится чудовная пара ведущих наших телепроекта «Восеяны». Рома Святлана и Настя Нурматова – интересные и умные, артистические и с гумором. Рома в 2016 году стал победителем детского конкурса ведущих «Юная телезорка». С тех пор этот юнах является одним из творальников и ведущих программы «Классная година». Настя пришла у Якости ведущей позднее, а Ли им гненно зазяла на телеэкране яркой зоркой. Ребята, как настроение? Прекрасно. Позитивное, просто такое в ожидании чего-то. Чего? Ребят, скажите, о чем будете помнить всегда, вспоминая школьные годы? Ну, классный час и контрольные. Я буду помнить друзей, потому что у меня друзья с первого класса, у меня компания, я буду очень скучать. Это очень классные моменты. Пригожие счастливые выпускники, батьковские слезы, кветки, гоноровые гости и щирые слова. Выпускный баль – это фейерверк самых добрых почутцев. Сегодня такой очень хороший летний теплый день. Настроение очень праздничное, радостно очень за наших выпускников. Очень хочется, чтобы у них в жизни все сложилось, все было прекрасно. Удачи им всем наступительных экзаменах и вообще удачи им в жизни. Всего им желаю самого-самого хорошего. В этом году стены школы Рычицы покинули 659 11-классников. Средо их 25 медалистов. И все – золотые. Районный выпускный вечер на этот раз пройшел в пошуках билета в будущую. Такую символичную назву отримала святочная программа. Молодые, амбицийные и расширчивые. И, вядома, им по плечу самые серьезные задачи. И каждый обовязково отримает свой счастливый билет. Ну вот, закончилась школьная пора. Прозвучали последние звонки. Прошли выпускные вечера. И, подводя итог, можно сказать, что гомельские ребята прекрасно закончили школу. В этом году 513 медалистов. Это на 24 медали больше, чем в 2018 году. Я хочу пожелать вам, дорогие наши выпускники, исполнения всех желаний, достижения всех намеченных целей. Хотелось бы, чтобы все школьные годы, которые вы провели в школах, в гимназиях, в лицеях, запомнились на всю жизнь. Будьте благодарны своим учителям. Будьте благодарны своим родителям. В добрый путь, дорогие наши выпускники. Светлана Князева, Александр Харлампов, Зреческого района. Сегодня в управлении МНС по Гомельской области веншовали команду, которая вернулась из международных споборництвов белорусского физкультурно-спортивного товариства «Динамо» по пожарно-воротовальным спорте. Турнир прошел в Витебске. В первенстве удельничали 9 белорусских команд и одна российская. Сюжет Марины Джалой. В первый день удельники выявляли мощнейших, а во уздыме по штурмовой лесвице на поверхе в учебной вежи. На наступный демонстровали свое майстерство у Перадолине, стаметровые полосы с пирожкодами и пожарной эстафете. Финальное споборництво – боевое разгортывание. Для самого тяжкого пробования подрыхтовали не организаторы споборництва, а спякотное надворье. Солнце палило нешадно, небыто проверало на трывалость. Тых, кто по службе повинен взмогаться с самой гаражей стихией – огнем. Справиться с погодой, потому что стояла большая жара, а все остальное – это уже наработано, набегано. Единственное, что, конечно, как я уже говорил, что у нас молодая команда, и, наверное, для них было немножко тяжеловато выступать на таком высоком уровне. Но наши подготовленные спортсмены подставляли свое плечо. На этот раз первое огольнокомандное место досталось и удельникам с Гродно. Камельчане завоевали другое. Тренер гомельской команды каже, что наши выступили вельми достойно. Алияк и капитан команды лечит, что надворье стало выразной пирожкодой на шляху до перемоги для многих удельников. Соревнования, на самом деле, были очень тяжелые, так как погодные условия были очень жаркие. Мы тренировались, грубо говоря, немножко в других условиях. Погода нам преподнесла такой сюрприз. Но ребята справились. Была очень ожесточенная, упорная борьба. Сегодня с высокими выниками у турниры команду повиншовал начальник Гомельского областного управления МНС Сергей Дичковский. И он пожадал наступной развернуться со спортивных баталий с перемогой. Шанс взять реванш предоставится вельми худко. Команда начинает подрыхтовку дыреспубликанских споборництвов по пожарно-выротовальным спорте, які пройдут на початку женивня. Марина Джала, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». На этом тень в Беларуси узмоцнится спякота. У Дённой Агадзины максимальная температура поветра в многих районах перевысит плюс 30 градусов. На автораке Сирадо обвешенный оранжевый уровень небеспеки. В нашем регионе будет переважно без опадков. Короткчасовые дожди чекаются только в четвер и субботу. При этом спякота уже ставить рекорды. В Брагине 9 червяня слупок термометра поднялся до плюс 32 градусов. Это самый высокий показчик для этого дня за последние 30 годы. В целом по Беларуси температурный фон у початку червяня высший за норму на 4-6 градусов. За кулисье перемог. На такую фотовыставу всех жадающих запрашают в Музей истории Друку и фотографии Гомельщины. Экспозиция Минского фотомостока Яугена Змушко промеркована до других европейских гульняв. На выставе представлено 30 работ, які адлюстровують одночасово маляуничесть и складанность тренировок гимнасток. На ведвольнике смогут убачить закулисное життё с поборництва. У объективе Яугена Змушко история тяжкого шляху до поспеху беларуских спортсменок. Автор экспозиции каже, что самое цікавое для его жанры репортажной фотографии – фиксовать момент, який застаётся поза увагой інших людей. Если идёт какое-то спортивное выступление, то то, что творится на площадке, видят все. А вот то, что творится за кулисами на бэкстейдже, этого видят очень мало. И очень странно, что фотографы, видеооператоры как-то очень мало внимания этому уделяют. Меня всегда интересовало как раз таки то, что происходит за кулисами. Оценить работы фото Мастака Яугена Змушко у Музея истории, друку и фотографии можно до 13 липеня. От Рада Открытое Сердце сегодня провёл первую акцию у межах проекта «Дары добро». Волонтёры запросили на мероприемство детей за сабливостями развития. Им пропоновали записать видеопожадания по отрымку беларуских спортсменов, которые выступят на других европейских гульнях. Перед записом пожадания детям зрабили аквагрым с логотипом еврогульнях. Потом помеж хлопчиками и девочинками размирковали вершеванные ротки. Зразумела, не которым за сабливостями у психофизичного развития простые слова давались и не вельми лёгко, али тем больше, как что он им отрымался выник. Вам всегда сопутствует удача, решительность и смелость без границ. Блестяще справиться с поставленной задачей и подарить эмоции счастливых лиц. Пусть оправдаются надежды и взять стремительный рекорд. На педестале награждённых родного гимна зазвучит аккорд. Плануется, что проект «Дары добро» будет житовляться как минимум до конца года. Для детей, которые имеют потребу, в особой увазе будут проводить разностаенные мероприемства, различные именно на их махчимости. Идеи организаторов активно поддерживают представники бизнеса, громадских организаций, городский совет депутатов. Это и так само и другие новинные вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Пожароопасной остается обстановка в Гомельской области в Лисахе на Торфяниках. 40 человек и 11 единиц техники на протяжении нескольких дней тушили пожар в Брагинском районе. Огонь охватил площадь в 1,2 гектара. А в Лоевском районе спасатели тушили торфяник. Неосторожное обращение с огнем в пожароопасный период может стоить больших потерь под угрозой не только природы, но и имущества людей. Так, в деревне «Путевая звезда» Гомельского района сгорели 4 постройки, 3 сарая и жилой дом. Они принадлежали пенсионерке 1933 года рождения. Жертв удалось избежать, но имущество полностью сгорело. Пламя уничтожило сельхоз постройки, а дома оставило только обугленный сруб. В Гомеля тем временем разбираются в причинах пожара в квартире по проспекту Октября. Возгорание произошло на втором этаже дома номер 62. Дымом закоптились балконы и рамы верхних этажей. Происходящее снимали на камеры очевидцы. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из вышестоящих квартир 7 человек. Трех пришлось выводить на улицу в масках. Среди эвакуированных один ребенок. Никто не пострадал. Хозяева квартиры, в которой случился пожар, в момент происшествия находились на работе. Причина пожара устанавливается. Рассматривается несколько версий возникновения пожара. Это нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а также занесение постороннего источника зажигания извне. Виновное лицо устанавливается. Под Светлогорском внедорожник врезался в дерево. Двое пострадавших. В районе Страковичи в неуправляемый занос вошел автомобиль марки BMW. Водитель не вписался в поворот, после чего его машину выбросило на обочину, развернуло и ударило от дерева. В салоне помимо водителя находился еще и пассажир. Обоих забрала скорая. Одного из них внесли к машине на носилках. Сейчас в ГАИ разбираются в обстоятельствах ДТП. А в Гомеле на пересечении Реческого проспекта и улицы Междугороднии был сбит подросток. Он ехал на велосипеде по пешеходному переходу и попал под автомобиль. По информации ГАИ, молодой человек не спешился перед тем, как проехать «Зебру» и пострадал от наезда легковушки. Очевидцы вызвали ему скорую. Парень с травмами был госпитализирован. Без травм обошлось ДТП на Иногородней. Там столкнулись два легковых автомобиля – «Мазда» и «Пежо». Первый протаранил второй, отчего тот вылетел на тротуар. Обе иномарки получили повреждения, но люди не пострадали. Житель Жлобина прятал от оперативников на свае в квартире и на лестничной площадке. Сотрудники наркоконтроля обнаружили у неработающего 32-летнего мужчины крупную партию некурительного табака. В квартире у подозреваемого милиционеры нашли 500 граммов на свае, расфасованного по дозам в полиэтиленовые пакеты. А в подсобном помещении лестничной площадки еще около 3,5 килограммов. Материалы проверки переданы в суд. Мужчине грозит штраф в размере до 40 базовых величин или административный арест. На сегодня все. Следите за событиями и происшествиями региона вместе с «Дефакто». Оставайтесь на «Беларусь-4». Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. БЧС равняла счет в серии игр за бронзу чемпионата страны по мини-футболу. Судьба медалей решится в четверг. Финальный поединок состоится в Орше. Накануне железнодорожники на домашнем паркете смогли реабилитироваться за поражение от Витена в первой встрече между командами. Игра получилась равной. На гол Жарикова ответил Гусаков точным ударом со штрафного. Во второй половине матча хозяева начали наращивать давление на ворота соперника и в результате смогли преобразовать его в забитые мячи. Отличились Литвинов и дважды Кусков. Гости за две минуты до финальной сирены смогли немного сократить отставание в счете, однако на итоговый результат это не повлияло. 4-2 победа БЧ. Гомельский локомотив порадовал своих болельщикам в девятом туре чемпионата страны по футболу в первой лиге. На домашнем стадионе повержена Сморгонь. Соперник более чем удобный для того, чтобы перед родными трибунами сыграть в яркий атакующий футбол. Сморгонь явный аутсайдер, не набравший в предыдущих играх ни одного очка. Разгром был оформлен уже к 19-й минуте. Локомотив забил три безответных мяча. К перерыву гости смогли размочить счет, но пропустили еще дважды. Во втором тайме градус игры заметно упал. Хозяева отличились лишь раз, установив окончательный счет 6-1. Хоккейный клуб «Гомель» несет кадровые потери. Команду покинул Павел Мусиенко. Игрок провел за рысей почти 750 матчей в официальных соревнованиях, в которых набрал 415 очков по системе гол плюс пас. Павел Мусиенко становился обладателем серебра и шесть раз бронзы чемпионата Беларуси. Дважды получал золото кубка Руслана Салея. Завершился кубок Беларуси по многоборью. Победителем среди мужчин стал представитель Гомельской области Андрей Кравченко. В его активе 7827 очков. Спортсмен стал лучшим практически во всех видах десятиборья. На втором месте также представитель команды региона Эдуард Михан. Его результат 7581 очко. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.